ДТП в Братске. Пострадали дети. Авария произошла сегодня утром на пересечении улицы Пихтова и федеральной трассы. Дорогу не поделили Opel и Nissan. Как пишет Братская студия телевидения со ссылкой на очевидцев, в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Их увезла скорая. Причины аварии сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Если пострадавшие еще в одном ДТП, пока неизвестно. Несколько часов назад в Иркутске водитель автомобиля Toyota Premium снес ограждения на улице Мира. Фотографии с места аварии очевидцы разместили в группе ДТП 38 РУС. По их словам, водитель не справился с управлением. А сегодня утром многие иркутяне опоздали на работу из-за большой пробки на Глазковском мосту. Она образовалась из-за аварии, в которой столкнулись автобус номер 80К и трамвай первого маршрута. Движение было парализовано на улицах 2-я железнодорожная Боткина, Маяковского, Гоголя и Челнакова. Напомним, 17 августа маршрут номер 80К должен был исчезнуть с улиц областного центра. Решение о его незаконности принял арбитражный суд Иркутской области. Однако перевозчик подал апелляцию в суд Читы. Поэтому, пока идут судебные разбирательства, маршрут 80К продолжает работу. В Братске полицейские задержали 20-летнего садовода-любителя. На своем участке неоднократно судимый молодой человек выросил более 20 кустов конопли. Во время обыска в доме у него также изъяли уже заготовленное зелье, высушенную растительную смесь конопли и пакет с семенами мака. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по данному факту и избрании меры пресечения в отношении злоумышленника. Вели запрет на рыбалку. До 31 октября омуль запрещено ловить в реках и притоках впадающих в Байкал. Рыба в этот период находится на нерести. В течение года запрещен вылов ленка, а ситровые породы можно вылавливать только после ледостава. Иностранцам, желающим стать россиянами, придется зарабатывать баллы. Федеральной миграционной службой России подготовлен проект постановления правительства о бальной системе отбора иностранных граждан, которые желают получить разрешение на постоянное проживание в России. В нем расписаны критерии начисления баллов. Максимально можно набрать 100, но для прохождения конкурса достаточно и 65. Больше всего баллов 20 полагается человеку от 21 года до 45 лет. А вот мужчины и женщины старше 55 лет за возраст баллы не получат. Баллы также даются за образование, за владение русским языком и за стаж работами.